всем привет решил тут попробовать сейчас видео для youtube записывать без подготовки просто как знаю так и буду говорить пару дней назад тик токи разместил такое видео что типа анекдот анекдот следующем заключается спит мужик господин мужик напился в баре так что уснул и вот он спит лицом в салат и получается подходит к нему официант и сойдет ему счет мужик этот счет открывает смотрит там 40 тысяч мужик вроде пил нормально но не понимает он официант слушайте как это у вас так получилось 40 тысяч официант убирает счет такой ну не получилось и соответственно в этом юмор да типа получилось не получилось игра слов но я считаю что такая бизнесовая тема потому что если у вас есть возможность продать свою услугу подороже вы ее попытаетесь продать подороже если у вас есть возможность что-то допродать человека во время покупки вы допродайте пожалуйста и вот этот анекдот с этим выводом я разместил в своем тик токи и мнение людей разделились один чувак прям что-то него бомбануло написал что ты типа это обман нельзя обманывать людей за кровные заработанные деньги ну короче такая фигня что типа это обман нельзя продавать то что там имеет какую-то цену за цену подороже вот это вот я не понял то есть я бы может быть там год назад его еще понял может быть там два года назад так далее но чем больше бизнес веду чем больше консультирую я понимаю что цену на свой продукт надо всегда повышать и повышать ее не в плане что типа просто прикрутил к ценнику там 100 рублей а реально доказывать почему у тебя цена выше или реально до продавать то есть думать о том как на клиенте заработать больше у нас почему-то она вот в россии да это скорее всего на постсоветском пространстве есть такое понятие что типа предприниматель наживается на честных гражданах и у меня прямо такая картинка рисуется есть честные граждане которые кровью и потом зарабатывают деньги на каком-нибудь заводе там или там не знаю где-нибудь они там кровью и потом зарабатывают деньги а есть предприниматели это касты которая думает как у них эти деньги забрать так вот как бы ну включите голову те же самые заводы где эти люди зарабатывают деньги это придумали предприниматели именно предприниматели продают те продукты которые там производятся поэтому странный глюк предприниматель он же не наживается на глупостях что ли людей то есть он решает проблемы людей вот я по себе там сужу изначально когда там начал заниматься вообще консалтинговой деятельностью я за это деньги вообще не брал то есть я не брал за это деньги ну типа приходите за советом я вам расскажу там что узнаю приходили люди и начинали грузить всякой ерундой ну вот реально то есть плюс такое отношение было что они спрашивают а как сделать тимберешь ну сделай так ну я говорю сделать так сделать так есть такие возможности такие варианты на что люди говорили что ну это понятно это все ерунда короче это все не сработает это не получится это не надо ну ладно спасибо так и и знал чего пришел к тебе ерунду всякой наговорил и ладно все и у меня соответственно начинается вот это как комплекс самозванца до этого блин и капец я же кучу ерунду говорю людям и как я за это могу деньги брать и однажды выступив на одном каком-то мероприятии я говорю давайте типа за консультацию готов к с кем угодно посидеть пообщаться за обед вы оплачиваете мой обед и мы с вами общаемся пока идет обед и соответственно я себе там на две недели обедами обеспечил то есть постоянно люди приходили что-то рассказывали я смотрю уже люди какие-то более интересные то есть те кто угощает обедом это уже более какой-то люди другие вопросы у них другие более серьезные слушают они почему-то по-другому я такой думаю ну ладно образею думаю обеда это хорошо но за еду работать это отдельно темам буду рублей по 500 брать вот начал говорить что консультация 500 рублей пошли снова люди какие-то те кто в принципе за обед платил там 200 300 рублей до за ланч те же начали давать деньги за консультацию на 500 рублей там за час нормально откуда об образею сделаю тысячу сделаю тысячу и начал делать за тысячу причем я особо не учился ну то есть между моими 500 рублей за консультацию 1000 рублей за консультацию я не стал умнее намного да но я стал как-то больше стараться что то есть человек платит свои деньги поэтому я эти деньги начал как бы отрабатывать то есть я более серьезно начал к этому относиться чем просто разговор и что самое прикольное с обратной стороны я увидел клиентов которые тоже начали серьезнее относиться к к этому разговору то есть для них это было не просто болтология типа с товарищем там в курилке до пообщался или там с коричем пообедал на жизнь пожаловался это они реально покупали что-то за деньги и они понимали что эти деньги нужно отработать то есть с двух сторон я понимаю что есть деньги я должен дать информации на тысячу рублей условно да и с другой стороны клиент который ко мне пришел с консультацией он тоже понимает что он должен сейчас получить информации чтобы этот косарь отбить но он же предприниматель то есть он инвестировал он должен отбить косарь и так и цену повышал 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 максимальную консультацию я делал за 25 тысяч рублей но это была разовая акция, и мне не очень понравилось пока, ну, то есть у меня пока для себя внутренне это непонятно, сейчас у меня консультация стоит 5000 рублей, возможно, когда вы будете смотреть это видео, цена еще вырастет, но сейчас там 5000 рублей в час, и, знаете, как-то попроще стало, когда я цену объявил, во-первых, люди почему-то, ну, была такая яма, то есть люди перестали обращаться, я такой думаю, блин, наверное, я зазнался, наверное, это слишком круто, да, для меня, но потом я понял, если кто-то не готов за возможное решение своей проблемы заплатить 5000 рублей, ну, значит, нахрен такая проблема, ну, то есть пускай сам в ней разбирается, если я не могу, ну, если мой опыт, там, больше 10 лет в предпринимательстве, если там те сделки, которые я там совершал, те продажи, которые я делал, тех, ну, люди, с которыми я там знакомо сообщался, книги, информация, которую я потреблял, если это все не стоит 5000 рублей в час, ну, то, ну, фиг с ним, значит, это того не стоит, и когда я это принял, начали приходить люди, люди приходят, начали просить 5, потом кто-то начал брать пакеты там на месяц, на сопровождение, что постоянно их веду, и это все, по сути, мой час, если говорить за услугу, это мой час, мой час становился каждым, ну, все время чуть дороже, чуть дороже, также по любой другой услуге, то есть мы когда вводим какую-то услугу, там, не знаю, там тренинг какой-нибудь, или, не знаю, там, ну, для тот же консалтинг, более там, какой-то четкий, да, мы тоже понимаем, что мы его продали там за 10 тысяч рублей, теперь мы давайте попробуем за 30 продать, ага, теперь за 30 продали, теперь давайте за 50 будем продавать, и мы смотрим, то есть, если нам рынок отвечает, что вот это за эту цену не нужно, то мы не думаем, типа, ага, давай снизим цену и будем продавать там по дешевке, мы думаем, а что нужно, чтобы в эту цену попасть, то есть, как мне улучшить свой продукт, то есть, может быть, мне надо что-то изучить еще, может быть, мне надо какие-то вопросы больших компаний решать, может быть, мне надо выходить на какие-то, не знаю, государственные вопросы, то есть мозг предприниматель начинает думать, а как я могу теперь зарабатывать больше. Один из ярких примеров, который у меня был, когда он только начинал консалтинговую деятельность, это девочка, она занималась этими цветами из полимерной глины, она лепила, ну не суть, что это такое, ну короче, цветы похожи на настоящие, но они не настоящие, и они очень красивые. Она как делала, она брала стоимость материалов, в словом там 5 тысяч рублей, да, и свою работу там, ну тысячу рублей, например, вот она продавала, это за 6 тысяч рублей, на что как бы, ну там группой тогда ее консультировали, мы говорим, слушай, а почему ты продаешь, ну то есть материалов на 5 это свою работу за тысячу, твоя работа она уникальна, то есть то, как ты делаешь, это уникально, никто не повторит, за это должны платить хотя бы умножить на 2, ну то есть материалов 5, и значит твоя работа, ну там 5 должна стоить, и за 10 продавай, она такая, да нет, за 10 никто не купит, это ну типа не стоит, это типа того не стоит, поэтому, ну долго-долго с ней боролись, ну именно в голове, она говорит, уйдут клиенты и так далее, в итоге она уговорилась, пошла, предложила за 10 тысяч, на следующий день приходят, купили-купили, вот это да, вот это да, купили-купили, и прикол в том, что во-первых она заработала в пять раз больше, чем обычно, она начала делать с большим кайфом, то есть не так, что она там была у нее как-то ребенок, там из декрета вышел, то есть она когда работала, эту тысячу зарабатывала, она работала и она злилась, то есть она делала вот эти цветы, она злилась типа какая, блин, мне приходится из этого косаря ночью там, пока ребенок спит, вот это все там что-то делать, Ну, короче, вот просто злость была. А сейчас у нее пятеро, да, она в пять раз больше, она делает это в кайфе, то есть у нее, ну, реально, кто там понимает какие-то энергетики, да, вещей, этот цветок. Она делает цветок в кайфе, а не в злости, он реально может стоить дороже теперь. И она продала. Буквально через пару дней она такая снова к нам пришла, ну, мы тогда вели именно творческих предпринимателей, она пришла и говорит, слушайте, я обсчиталась, я обсчиталась там материалов на не на пять тысяч, а на восемь. И я, говорит, понимаю, что я опять, блин, скатилась, все равно там тысячи две заработаю максимум, что делать? Мы говорим, скажи об этом заказчику, скажи, что, блин, обсчиталась, ну, давайте побольше. И когда она пришла к заказчику и честно сказала, говорит, слушайте, обсчиталась, вот материалов вышло там на полтора раза дороже. Заказчик говорит, ну, ладно, фиксим, давай, я готова на себя взять. Заказчик тоже была женщина. Он мне говорит, ну, по сути, без разницы, если действительно это так, то говорит, да, действительно это так. То есть опять она хотела сжертвить, там, снова сделать себе чуть-чуть меньше денег, да, но она повела себя по-другому и начала получать, ну, другие деньги. Сказать, что она кого-то обманывает, когда говорит, что это столько стоит, да нет. Нет, дело в том, что сейчас средок такой, что многие люди не понимают, что сколько стоит. И, не знаю, там, одну и ту же вещь, то есть вот ручки, да, есть обычная ручка, которая там рубль стоит, естественно, за нее ты больше не дашь. Если ты в нее вложишь какие-то смыслы, то есть если она будет какая-нибудь, не знаю, именная ручка, или ты сделаешь так, чтобы она не протекала, там, или еще что-то. Ну, когда предприниматель начнет работать над каким-то предметом, он должен, это, ну, это не 90-е, когда ты кого-то обманул и продал в два раза дороже. Это новое поколение, когда ты наполнил ее смыслом, и у кого-то кто-то эту ручку будет, ну, держать только для подписания лучшего своего контракта, да. То есть, вот прикиньте, взять ручку, которую ты будешь подписывать, только контракты на, там, больше пяти миллионов рублей, больше никак. Вот ты ее используешь только для этого. У тебя пришел контракт и подписал на пять миллионов рублей. И в течение, там, не знаю, пяти лет эта ручка только такие контракты и подписывает. Ну, фиг знает, если это подтвердить документально, и это действительно будет правда, то, возможно, там в ней есть какая-то, какой-то в ней эзотерический смысл, да. То есть, она становится какой-то более энергически закачанной ручкой, и тогда ее продавать уже не за рубль, а за большую сумму. Или, например, ей будет подписан какой-нибудь важный документ в истории. Ну, так получилось. И снова она становится дороже. То есть, накачать смыслами дополнительными, не обмануть, не обмануть, а реально сделать так, чтобы смысл в ней появился дополнительный, и человек будет покупать уже не просто ручку, а вот этот смысл. Это и есть повышение ценности. А за тем, как ты повышаешь ценность, повышается цена. Прикол в чем? Что для многих, ну, вот нет такого, что давай сейчас накачаем ценность, да, а потом повышим цену. Для многих, наоборот, цена вначале является фактором того, чтобы накачать ценность. Если человек честный, если человек ответственный, если у него все в порядке с моральным кодексом, когда он поднимает цену, он думает о том, как сейчас сделать лучшее качество, лучший сервис, лучшее, не знаю, там, отношение к клиенту, лучшее качество продукта и так далее. Поэтому цена и ценность это, ну, сейчас правила игры другие, то есть это раньше было, давайте всех отожмем, давайте наваримся на этом человеке, давайте здесь накинем там 10 рублей и заработаем побольше, да. Сейчас правила игры вот изменились, то есть сейчас разрешено накачивать услугу или продукт дополнительной ценностью и за это просить большее деньги. И ограничение это лишь у вас в головах. Если вы чувствуете, что ваш продукт сегодня стоит столько денег, сколько вам, вы не получаете удовлетворения, да, продавая этот продукт за эти деньги, то задумайтесь о том, тем ли делом вы занимаетесь, во-первых. Во-вторых, можно ли продать его дороже и что я должен сделать, чтобы на этом клиенте заработать дороже, не отжать у него эти деньги. А сделать, дать ему ценности столько, чтобы он не захотел заплатить в два раза больше. Вот это важная штука. Цена это выдумка. Это выдумка и то, как вы выдумаете и то, как человек поверит в вашу выдумку, это и есть доказательство ценности. Продолжение следует... Продолжение следует...